Добрый день. Хочу рассказать небольшую историю собственной практики, которая была много лет назад. Но это было действительно неким экспериментом, к большому счету. Существовала стоматология. Стоматологическая клиника, в принципе, достаточно хорошего бизнес-уровня. Но у нее была единственная проблема. У нее почему-то абсолютно невменяемые цели. В непонятных причинах. Они работали с страховыми компаниями, работали с физическими лицами. Все им говорили, что ваши цены очень дороги, что в цене совершенно не потребны. Пытались проанализировать причины, потому что, когда получали счет, видели за 5-6 пациентов, суммы могли достигать с 5 в 0. Соответственно, начали ориентироваться, вообще-то, поднимать пресс-курант. С чего все-таки это строится? Либо это из количества, то есть, либо количество услуг, либо стоимость одной услуги. И увидели, что на одного пациента идет очень большое количество услуг. Услуги были настолько раздроблены, настолько сильно разделены. Каждая манипуляция шла в отдельную стоимость, каждая услуга шла с отдельной разбивкой на расходные материалы. И суммы, конечно, получались достаточно большие. Поэтому, естественно, клиника не имела достаточно большого потока пациентов. А те физические лица, которые к ним приходили, всегда говорили, что очень дорого. Решение было очень простое. Я предложил вам воспользоваться принципом незаконченного случая – нозаводического прайса. Вот система нозаводического прайса позволяет действительно сбалансировать, усилить, именно взять ту основную стоимость, которая нужна, которую надо выставлять, которая будет соответствовать потребностям. А в стоимость нозаводического услуги уже включены и действительно манипуляции, и расходные материалы, и услуги. Но есть одна очень важная особенность – как правильно посчитать стоимость нозаводического услуги. И о стоимости, как правильно посчитать на стоимость нозаводического услуги, я расскажу вам в своем семинаре, втором семинаре учебного центра «Мегацлава». Продолжение следует...